Воздушно-кабельный путь передачи, но и через предметы обихода, через грязные руки. Поэтому особые рекомендации в обязательном порядке соблюдать правила личной гигиены. Нужно в обязательном порядке чаще мыть руки с мылом, как положено, чтобы и дети, которые посещают детские дошкольные учреждения и школы, они тоже это делали почаще. И контроль должен осуществляться со стороны, прежде всего, педагогов и воспитателей. У нас не все образовательные учреждения укомплектованы медицинскими работниками. Поэтому уповать на то, что медицинский работник должен прийти и проверить состояние здоровья ребенка, это неправильно. Сегодня на состояние здоровья детей должны обращаться все взрослые, которые наоборот.